Сегодня у вас пройдет экскурсия по второй пожарной части. Вы посмотрите технику, посмотрите помещение. Урок учеников 35-й школы особенный. Он проходит в пожарной части. Экскурсия начинается с учебного класса, тренажерного зала, столовой и спальной комнаты. Затем самое интересное. Школьники отправляются в гараж посмотреть на пожарные машины. И здесь звучит сигнал учебной тревоги. Мне понравилась их организованность и как они показали свои умения. Мне понравилась машина. Наверное, каждый мальчишка в 12 лет мечтает хоть раз проехать на пожарной машине или примерить настоящий костюм пожарного. Его, кстати, называют боевка. Юные бойцы в восторге. Здорово, только тяжелко. Очень тяжело? Ну, нет, но носить можно. А ты бы хотел стать пожарным? Не, опасно. Ну, очень понравилось. Очень удобно. Защищает сильно. Не тяжело? Ну, чуть-чуть есть, но прикольно. На такие уроки мальчишки и девчонки готовы ходить, пожалуй, каждую неделю. Здесь, скорее всего, прогулов не будет никогда, потому что интересно. В то же время выполняется серьезная задача – преподать детям правила пожарной безопасности. Нужно понимать, что это все-таки дети, и когда им просто рассказывать в классе что-то, в учебном, для них это может быть не совсем интересно, потому что они этого многого не понимают. А на словах объяснить, что такое пожарный автомобиль и какое ПТВ он вывозит, и для чего он это все вывозит, очень сложно. А наглядно, в принципе, детям это нравится, когда они могут все сами посмотреть, потрогать, увидеть. Костюм померить успели не все, а вот потушить условный пожар попробовал каждый. И каждому это запомнилось больше всего. А напоследок все получили в подарок красочные брошюры «Добрые советы» от МЧС. Кстати, не исключено, что среди этих экскурсантов подрастает новая смена пожарным. Мне нравится то, что ты только одни сутки работаешь, а три отдыхаешь. То, что, ну, спасаешь людей там. Мне нравится спасать людей. Ну, это вот такая тяжелая профессия. Почему вот? Ну, просто хочется. Мне кажется, каждый мальчишка мечтает стать пожарным.